Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги! Сегодня, в канун Великого праздника, нашего самого любимого, светлого майского праздника Дня Победы, мне бы хотелось вспомнить своих родителей, которые принимали участие в боях за освобождение нашей страны против немецко-фашистских захватчиков. Мой папа Александр Матвеевич Дюльдин родился 10 августа 1903 года в городе Астрахани. Кадровый офицер. Война его застала во Львове в 233-м полку войск НКВД. Львов был окружён фашистами. Папа принимает решение вывести полк, а вместе с ними и заключённых, находящихся в тюрьме Львова, и прорвать окружение немецко-фашистских захватчиков. Ему это удаётся. Несколько раз они принимают бои, прорываются и с очень малыми потерями выходят из окружения и направляются в сторону Воронежа. Придя в Воронеж, принимают бои уже за освобождение Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Папа дошёл до Польши. Потом был откомандирован в Москву и назначен начальником кафедры тактики Академии имени Фрунзе. Затем, спустя несколько лет, был назначен начальником кафедры тактики высшей школы КГБ. Папа имеет много наград, в частности, два ордена Ленина, два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени и многие-многие другие награды. Ну, соответственно, очень много медалей, в том числе за победу над Германией и других много медалей. Если я сейчас буду перечислять их, то нам не хватит никакого времени. Для меня очень важно, я нашла в архивах два очень интересных письма, которые вот сохранились в папиных архивах. Они уже вот на жёлтой бумаге все, дряхлые такие, я их файлики положила, чтобы сохранить каким-то образом. И вот, что мне очень близко, и я так горжусь папой, что вот в 1942 году он получил благодарность из рук заместителя Народного комиссара обороны генерал-лейтенанта Громадина и члена Войного совета войск ПВО бригадного комиссара Орлова за участие по освобождению Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. И здесь очень много красивых, добрых слов в его адрес сказано. И в частности вот такие слова, как «Военный совет войск ПВО отмечает вашу личную доблестную боевую работу по руководству отважными, бесстрашными воинами частей НКВД». А в конце уже Громадин пишет, о вашей доблестной героической работе мною лично будет доложен над товарищу Сталину и товарищу Берия. А в 1943 году папа получает Орден Ленина из рук тоже Громадина. И вот такое красивое, мне кажется, такое очень доброе письмо, которое вот... «Товарищ Дюльдин, горячо поздравляем вас с высокой правительственной наградой Орденом Ленина. С честью оправдайте эту великую правительственную награду в дальнейших решающих боях с немецко-фашистскими захватчиками за нашу социалистическую Родину. Желаем здоровья и боевых успехов. Громадин Орлов». Это очень важные и, мне кажется, такие документы, которые действительно надо хранить. Честно говоря, о папе можно говорить очень долго и очень много, потому что это был уникальный человек, он военный ученый, у него много было работ. И, кстати говоря, в 1970-1975 году, когда мой брат заканчивал академию, вернее, тогда тоже была высшая школа КГБ, и, сдавая экзамены по военной тактике, он занимался в секретной библиотеке и учил всю эту тактику по учебникам моего папы. В 1953 году папа не стало. 16 мая 1953 года он ушел из жизни от инфаркта обширного. Ему было всего 49 лет всего лишь. Но, тем не менее, память о нем я знаю жива, и те люди, которые с ним соприкасались в свое время, которые служили вместе с ним, есть и такие, например, в Академии ФСБ правоприемником высшей школы КГБ, есть человек, который сохраняет музеи работы, сохраняет все реликвии этого учреждения. Он очень хорошо помнит папу. На тот момент он слушателем был высшей школы КГБ, учился у папы, и самые добрые слова. Но я много людей встречала, которые действительно о нем много-много хороших слов говорили. Он очень любил искусство, сам прекрасно танцевал, занимался с нами с детьми, разучивал с нами разные концертные номера, организовывал праздники в нашем доме на Пятуюльцемского поля. И ему было это очень интересно, несмотря на такую занятость и такую ответственность, которую он имел, будучи начальником кафедры. Вот такой был папа. Моя мама Анна Ефремовна Дроздовская-Дюльдина воевала на Ленинградском фронте. До этого она служила в Азербайджане, в пограничном отряде. Там потеряла первого мужа, который оставил ей на руках, на ее двух маленьких детишек. Была переведена в Ленинградский округ, назначена председателем избирательной комиссии города Выборга. И горели они, началась война для них в три часа ночи, горели они по полной программе в этом Выборге. Она жила с бабушкой моей, со своей мамой, с двумя детишками, успела эвакуировать их из Ленинградской области, ну а сама, соответственно, пошла на фронт, поскольку являлась тоже кадровым офицером. Будучи в Ленинграде, на фронте она, естественно, помогала своим родным, которые тоже были. Мама родилась в Новом Петергофе 18 июля 1913 года, и, соответственно, все родные тоже жили в Ленинграде, и никто из них не эвакуировался. Моя тетя, мамина сестра, дважды переползала Ладугу, меняя одежду на продукты питания. Таким образом все они выжили. Мама имела ранения, и после снятия блокады с дистрофией третьей степени и ранением её откомандировали в Москву, где она продолжала службу. Имеет тоже очень много наград, и, в частности, у неё орден Отечественной войны первой и второй степеней. Медаль за оборону Ленинграда получена ею. В 1944 году ей её вручали. Вообще она в 1942 году была представлена к этой награде. Тоже очень интересный человек, очень доброжелательный, любимый всеми, любящий. воспитала мою дочку, затем моих внучек. Не успела, только годик пожила с внуком, но, тем не менее, любила, всех узнавала, всех привечала. И, конечно, была душой нашей семьи, дружной, большой нашей семьи. Ну, теперь Царство Небесное, её нет на этой земле, и память всегда сохранится в наших сердцах, и мы всегда помним всех их, кто с нами сейчас не имеет возможности находиться, но они в нашей памяти. И я считаю, что это наша задача передавать все сведения о своих родных и близких, которые принимали участие и в войне, и которые просто жили рядом с нами, своим детям, внукам, правнукам. И в заключение мне бы очень хотелось поздравить вас всех с нашим замечательным праздником – Днём Победы. Пожелать вам всем добра, благополучия, счастья, мирного неба над землёй. С Днём Победы! Ура!